Здравствуйте еще раз всем. Мой проект называется «Веселяться на ныше и танцуют от души» детская игровая программа, которая реализовывается на базе домокультуры имени Венера. Все знают, что игра — это основной вид деятельности дожгольника. Современный ребенок постоянно находится на грани стресса, как замечают психологи. Занятость родителей, их социальная усталость, отсутствие помощников в воспитании детей или излишне их количество — все это обременяет детей. И именно тут подвижные игры, и кстати, вам считаю я, они несут кроме интереса для ребенка еще оздоровительную нагрузку и эмоционально-психическую разрядку. Обладевая знаниями, полученными в ходе игры, ребенок приобщается к культуре страны, в которой живет, и культуре мира. Я провожу игровые программы также и патриотической направленности. Мои игровые программы нацелены на такие знаменательные даты и праздники, как День России, День Плага, День Семьи, Любви, Верности, День Города, где дети узнают историю своего города и страны, а также открывают для себя что-то важное и интересное о семье, профессиях и окружающем мире. Я стараюсь сделать на этом акцент в своих программах, так как считаю, что патриотическое воспитание через групп воспитывает уважение и гордость за землю, на которой они живут. Тем более сейчас, я считаю, в наше время, когда Россия находится, скажем так, к ней неоднозначное отношение со всех стран, я считаю, что именно сейчас нужно в раннего детства воспитывать у детей патриотическое воспитание. Я заметила, что в игре ребенок активно общается со сверстниками, учится с ними взаимодействовать в одной команде, что в современном мире очень важно, тем более сейчас век интернета, гаджетов и планшетов. В ходе игры также развивается умственная и физическая деятельность ребенка. Ведь во время игры нужно постоянно двигаться, что помогает выплеснуть накопившуюся энергию, особенно если она негативная, и решить новые, постоянно усложняющие задачи. По моим наблюдениям, в век интернета дети стали меньше, к сожалению, общаться со сверстниками, больше комплектовать между собой. Иногда родителям, к сожалению, проще дать ребенку телефон, чтобы занять ему на некоторое время. Но согласитесь, что, чтобы понять, грубо говоря, что кубик квадратный, а мяч круглый, недостаточно просто уткнуться к планшету и увидеть картину. Необходимо почувствовать кубик, взять, почувствовать грани этого кубика, почувствовать мяч, что он круглый, в конце концов. Я считаю, что никакие виртуальные игры и приложения никогда не зашли в сконтанное творчество, работу с настоящими материалами и живым общением. В реальной жизни ребенок фантазирует, играет, он клеит, лепит, как мы делаем это на мастер-классах. Виртуальное пространство лишает его творчества, ведь там он может действовать только в рамках опций, предусмотренных производителем программ. Вот почему я считаю важным проводить игровые и уличные программы, а также мастер-классы. Надеюсь, после участия в игровых программах дети будут больше общаться со сверстниками, находиться на свежем воздухе, развиваться физически. и участия в игровых программах. Извините, но я уже все проезжаю. Эх, вот эта игровая филонка, она при какой организации? При Доме культуры имени Ленина. А вы наставьте здесь в Доме культуры? Нет, я работаю там, я там заведующий детским сектором. А в Доме культуры вы заведующий детским сектором? Да, и провожу подобные игровые программы. И мастер-классы уличные. И можно сейчас секундочку, прям минуту? Это просто для меня важно. Просто я считаю, что в нашем уютном, комфортном маленьком городе не хватает на самом деле мероприятий, которые были созданы именно для дошкольников. Но зато много зелени и красивой природы. Поэтому уличные программы, как нельзя кстати, они помогают укреплять здоровье в первую очередь. И еще я хотела бы добавить, что многие семьи в нашем городе иногда не могут позволить себе отдать ребенка в кружок из-за материальных потребностей, из-за нехватки денег. И вот здесь как раз игровая программа, она помогает развиваться ребенку, не обязательно отдавать детей, платить за это деньги. И естественно, мы с тобой будем делать. Да, мы ее разговариваем. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.